Всем доброго времени суток. Довольно неожиданно, уже позднее время в Москве. Но мы играем второй матч с Антоном Майделем, матч-реванш. В первом мне удалось победить. Сейчас я такой уверенности, прямо скажем, в себе не чувствую. Но тем не менее, играем мы второй матч, 6 партий, контроль 3 плюс 2. И я пытаюсь параллельно комментировать. Антон один из сильнейших матистов нашей группы, один из сильнейших блюцоров, так что мне будет непросто. Ну и получился переход в каталон. Солнце 5, А3, довольно интересная линия. Белые хотят прихватить пространство на ферзьевом фланге. ДЦ, да, ДЦ это один из сильнейших ответов. На самом деле играет так довольно редко, я даже не совсем понимаю почему. То есть я могу взять на Д8, сыграть КНД2. Могу попробовать сыграть ФСЦ2. ФСЦ2 повеселее, по крайней мере для Блица, поэтому сыграю именно так. Херовка. Здесь, возможно, есть ход Б4, но тогда надо считаться со слом Д4. Поэтому я просто заберу пешку. Проблема с ходом ФСЦ4 в том, что ФСЦ4 зачастую расположен не очень удачно. Он попадает под темпы, в частности, в варантах попадает под слом Д7 на ДЦ8. Другое дело, что у такого ФСЦ4 зачастую есть хорошая клетка на Х4, которую многие недооценивают. То есть, условно говоря, возможно, я хочу сыграть КНД3, слон Ж5. А на слон Е7 это не совсем то, что я ожидал. Ожидал все-таки больше хода вроде ферзь Е7. Но так-то тоже неплохо. Попытаюсь я создать давление на ферзьевом фланге, но вот преимущество хода слон Е7 зачастую в том, что теперь, в случае, например, слон Д7, ладья Д1, ладья С8, поле Х4 уже не выглядит настолько привлекательным для белых. А6. На вид слегка абстрактно. Попробую напасть на ферзя. Все равно, видимо, черным пойдет сыграть слон Д7. А нет, ферзя 5. Прямо под Б4. Хотел сказать, прям под Б4. Конечно, черные возьмут на Б4. Но, правда, вариант обрывать, наверное, рано. Не попадется ли этот ферзь на А1? И не найдется ли какого-нибудь другого трактического нюанса? Не совсем понятно. Б4. Даже не знаю, кем будет черный брать. Видимо, слон Б4. АБ, ферзь А1. Непонятно, как поймать целого ферзя, если честно. Слон Ж5. Ферзь Б2. Шадя Б1. Ферзь С2. Верзь убегает. Обидно. Не знаю, может быть, я не вижу какой-то хитрой тактической идеи Б4 выигрывать. Но не могу себе позволить читать дольше. Пойдет сыграть слон Ж5. Теперь белые уже всерьез хотят сыграть Б4. Ладья защищена. И еще заодно не пускает ферзя на А5. Другое дело, что холд все равно, возможно, слишком мягкий. И сейчас Антон попытается воспользоваться этим промедлением с моей стороны. Б4 сыграть, наверное, надо. Ферзь Ф5. Теперь у меня выбор сохранить слона, поменять его, создать какие-то конкретные трудности чертных. Конкретных трудностей, если честно, особо не видно. А черных хотят сыграть Е5 и уравнять. Ладно, попробую слон Е3. И подставляюсь под Е5. Возможно, на Е5 хочу сыграть конь А4, хотя... Не выглядит это убедительно. Да, Е5 играть надо, Антон играет Е5. И, скорее всего, эта позиция уже... Не носит себе никакого перереса за белых. На конь А4 плюс Ферзь А5. Все равно, видимо, так играть надо. Это принципиально. Другое дело, что я рискую... Норваться на неприятности. Но Ферзь А4 тоже сильный рот. Хотя я бы, наверное, сыграл бы Ферзь А5 все-таки. Ладно, придется забирать. Времени совсем нет. Да, слон же 4. Могу сыграть А3, но туда просто лон отойдет на Е6, видимо. Надо возвращать коня на А4, ему делать нечего. Ну да, я просто ладя Д8, черные... Может быть, уже даже владеют небольшим перевесом, на самом деле. Но удачно мой соперник разобрался с трудностями. Может быть, все-таки надо было получше посчитать варианты и сыграть Б4. Потому что здесь с 15 секундами против полутора минут в сложной позиции. Я считаю, что мои шансы на... Даже на спасение, на самом деле, крайне невелики Е4. Подвисает уже на Е2. Придется играть конь Д4. Надежда отыграть пешку на тактических нюансах. Вряд ли это удастся. Слон Д4. На слон Е2 хочу пойти ладя Е1. Но слон Д3. Пешка, видимо, удерживается. Да, времени совсем нет. Поставлю ладью в центр, зевну слон С2. И, видимо, придется сдаться. Слон С2 не последовало. Это, конечно, в некоторой степени мой шанс. Конь переходит на С5. Ну да, и по слон С3. Опять же. Ресурсы для сопротивления заканчиваются. Возьму на Е4. Ход не хуже и не лучше, чем любой другой. Но слон С5 проще всего побеждает. Слон Е4. Для Д8. Слон Е4. Сначала я хотел просто сдаться в этой позиции. Но, наверное, так и надо поступить по-хорошему. Но я попробую сделать несколько ходов. Ну да, и теперь точно надо сдаться. Хорошая партия со стороны Антона. Он очень грамотно разобрался со всеми трудностями. Ну а мы встретимся в следующей партии.